Привет, друг! Ты все еще зубришь длинные лекции перед экзаменом. Ты тратишь много времени на заучивание и зазубривание, но тебе не всегда удается получить ожидаемый результат. Чтобы добиться больших результатов, подумай о меньшем. Научно-исследовательская лаборатория инновационной лингводидактики НГЛУ разработала решение именно для тебя, авторская технология микрообучения при овладении иностранными языками. Ты никогда не задумывался о том, как люди 21 века получают информацию? Почему так популярен, например, ТикТок? Все дело в особенностях нашего восприятия и мышления. Современному человеку сложно долго фокусировать внимание на чем-то одном. Мы с тобой обладатели клипового мышления, которому присуща быстрота обработки данных, преобладание визуализации, проблемы с восприятием длинной и однородной информации. Новые условия жизни всегда требовали новых решений. И клиповое мышление – это закономерный ответ на увеличивающийся темп жизни и проникновение разных типов информации во все сферы. Мы в лаборатории задумались, а что если учитывать названные особенности при организации учебного процесса? Микрообучение основано на делении учебного материала, который тебе нужно выучить, на кванты – маленькие образовательные частицы. Поэтому важно, чтобы уроки были короткими и емкими. Кванты должны быть целенаправленными. Каждый урок учит законченному действию, а совокупность этих уроков формирует общую полную картину изучаемой темы. Как такое возможно, спросишь ты? Учебную программу можно назвать микрообучением, если она соответствует его основным принципам. Во-первых, это целенаправленность. Микрообучение сосредоточено на одной проблеме, а не на бесконечной куче вопросов. Ты создаешь только тот контент, который необходим для решения конкретной задачи. И каждая единица обучения должна быть воплощением формулы 1. Квант, 1. Навык, 1. Мысль. Краткость. Урок в среднем длится от 2 до 7 минут. И чтобы создать такой урок, нужно отсечь полезную, но неважную информацию, которая отвлекает твое внимание. Когда в уроке только важные данные, ты сильнее вовлечен в обучение. Самодостаточность и целостность. Единица контента должна представлять реальную ценность сама по себе. В то же время она является частью общей системы обучения и ведет к запланированным результатам. Доступность. Как сейчас люди читают новости? Чаще всего они открывают новостную ленту в телефоне, стоя в очереди или в пробке, иногда в обеденный перерыв. Аналогичным образом и обучение должно вписываться в повседневную жизнь, не отвлекая человека от его занятий. Микроуроки доступны с любых устройств и тебе ничего не мешает развиваться и получать ценные знания. Практическая применимость. Когда человек хочет приготовить блюдо, он уже не читает текстовое описание рецепта, а заходит на ютуб и смотрит видео с наглядной демонстрацией процесса. Таким же наглядными являются и микроуроки, чтобы ты смог посмотреть и сразу применить новые знания в жизни. Непрерывность. В классической системе мы обучаемся отрезками. Раз в полгода отчитываемся за пройденный курс и получаем галочку. Микрообучение должно быть встроено в каждый рабочий день, и у тебя должна выработаться привычка регулярно получать крупицу знаний. Мультиформатность. Чтобы удерживать внимание человека, нужно постоянно менять формат материалов. Например, видео чередовать с текстом, игры с историями, а графику с аудио. Повторение. Если ты не запомнил новые знания, ты не можешь их применить. В среднем человек забывает 80% изученного в первые 30 дней. Микрообучение – отличное средство для борьбы с забыванием. Важно реализовать интервальные многократные повторения новой темы для ее закрепления в памяти. Авторская инновационная технология микрообучения успешно прошла апробацию в рамках проекта ЕГЭ без стресса, получив более 28 тысяч просмотров и множество положительных отзывов от педагогов, школьников и родителей. Микрообучение – это всего лишь одна из инновационных методик НГЛУ. Изучай иностранные языки вместе с нами. Становись разработчиком собственных технологий.